Поскольку я была ленивая, как я не знаю кто, и вот у меня не было, знаешь, вот этого, что я хочу поступить в театральность, я поступала с невероятно банальным материалом. Она была поэтессой, поэтессой бальзаковских лет, или калинкоровая юбка, как тебя я берегла, а как маленький родился, на пеленке порвала, и, эх, а когда дошло до песни? Благослови души моя, господа, И ты взяла Вот я тебе хочу сказать, что все не случайно, значит, вчера вечером сижу дома, думаю, дай, надо что-то прийти в себя, и включил пересматривать картину «Висконте. Смерть в Венеции». Для того, чтобы прийти в себя. Абсолютно верно. Значит, что я вижу, значит, город, море, холера. Утром сегодня лечу, значит, в Петербург, думаю, что надо пересмотреть фильм «Одесса». И что я вижу? Город, море, холера. Это детство все это. А ты вот детство часто вспоминаешь свое? Не так часто, на самом деле. Почему? А, слушай, ты знаешь, у меня что-то случилось с памятью. Я вот даже думаю, что надо как-то этим заняться, чтобы ее... Я просто не помню огромное количество, огромное количество событий в своей жизни. Это удивительно. То есть, если мне кто-то напоминает, я начинаю как бы погружаться, вспоминаю, думаю, да господи, точно, было же, было же такое. Но вот так, чтобы у меня это было где-то, знаешь, очень близко находилось, как сказать, к сознанию, этого нету. Это удивительно. Ты же в Ленинграде родилась? Я родилась в Ленинграде, да. Где? Я родилась в Отто. Роддом был такой имени Отто, на Ваське. Оттуда меня повезли в больницу, потому что я родилась, значит, у меня был такой заплывший глаз. Да, заплывший глаз и грыжа. И поэтому меня тут же увезли из роддома в больницу вместе с мамой. И мама была в таком состоянии, что она не могла меня никак назвать. Она вообще смотрела на меня с ужасом, потому что я не была похожа на свою старшую сестру, которая родилась белокурым прекрасным младенцем. И когда меня показали, она сказала, это не мой ребенок, у меня не такие. Потом она вычислила, что я чем-то похожа на дедушку Павла. И, значит, сказала, ладно, все-таки, видимо, наш. Я была лысая, тут у меня был такой чуб. В общем, страшно выглядело. И нас отвезли с ней в больницу. И там меня назвали, поскольку мама была невменяемая и не могла мне дать имени, говорит, как зовут, как записано. Я говорила, не знаю. Ну, от нее меня записали Мария Гринер. Мамина фамилия, а Машей назвал врач. Поэтому я первые месяца 8 своей жизни была Машей Гринер. Так куда в итоге поехали потом после больницы? Где вы жили? Мы жили всегда в одном и том же месте, там же, где сейчас живут мои родители. Мы жили на второй советской улице. То есть когда-то это была рождественская. Потом, когда началось вот это массовое переименование улиц в городе, то почему-то часть переименовали, а вот до этой, до Песков, района Песков, видимо, не дошли. И такое прекрасное название было «Девять рождественских улиц». Десять. Они так и остались советскими. Вот. И мы всегда жили на второй советской. Мои дети, они являются уже шестым поколением в этой квартире. То есть там жили бабушки, то есть это по папе? По папе, да. И кто там, там его дед еще жил? Да, да, да. Блин, это история старой квартиры. Да, да, абсолютно, да. И, собственно, блокаду там пережили. А родители папы кем были? Моя бабушка Евгения Григорьевна Шенина, она была реставратором. Она проработала 50 лет в Эрмитаже. Всю свою жизнь, да, она в конце была уже заведующей мастерской по фрескам. И я вот в детстве, когда там некуда было у меня деть, и я проводила время у нее в мастерской, то я помню, что я играла практически как в пазл. Знаешь, там такой огромный стол стоял, и на нем были осколки, остатки какой-то огромной, значит, настенной фрески. Ее собирали годами. То есть просто, ну вот она там лежала, ее собирали, собирали, собирали. И дай бог, если там вдруг соберется вот такой кусочек, это уже огромное счастье. И вот меня запускали туда, говорят, ищи, вдруг чего-нибудь найдешь. Какие-нибудь кусочки там, песчинки, которые друг к другу подходят. Да, вот бабушка, а дедушка был археолог, он был доктором исторических наук, он был выдающимся ученым. Я, на самом деле, при его жизни этого не понимала, к моему огромному сожалению. В общем, осознала это буквально там, когда через несколько дней после его смерти я пришла из школы и увидела, что весь его стол письменный завален телеграммами со всего мира. На всех языках мира это были соболезнования. Он всю жизнь был невыездной, хотя его звали во многие университеты мировые читать лекции, его никуда не выпускали, и он каждый раз, когда хоть кто-то у нас куда-то уезжал, я помню, что он рассказывал, куда идти в этом городе так, как будто он там был и сходил там каждую улицу. То есть он знал все города великие через книги, через архитектуру и так далее. И он, на самом деле, изобрел систему поиска, некую систему, по которой можно, как сказать, обнаруживать захоронения или какие-то места, где были стоянки. То есть он просчитывал, например, куда ехал некий князь, откуда и куда, сколько примерно с ним чего было, и понятно, что, чтобы доехать до того места, у него должна была быть стоянка примерно вот здесь. То есть как это можно было вычислить, где примерно производить раскопки. И они всю жизнь жили в какой-то невероятной совершенно любви. Я, пожалуй, не встречала больше таких отношений между мужем и женой. Они очень нежно друг друга называли Жекочка, он ее звал, Женечка и Павлуша. Женечка и Павлуша. И никак иначе, в общем, эти два выдающихся ученых друг к другу, они очень заботились друг о друге, очень были внимательны. И при этом были каждый абсолютно погружены в свою работу. И вот такие потомки. Привет-привет, мы же договорились. Уроки сделаешь и спать? А я это, ужин готовила. Ужин? Хлеб, овощи, фирменное блюдо. Запах детства. Вот, ты вспоминаешь детство? Главный запах в твоей квартире какой? Почему-то лыжи какие-то вспомнились. Запах лыжной мази, я помню. Ну, очень вкусно всегда пахло едой, естественно. Кто готовил? Мама в основном. Ну, бабушка Женя тоже готовила. Ты знаешь, у нас собиралось огромное количество гостей всегда на все... Гостеприимный дом? Очень, очень всегда. В комнате у бабушки с дедушкой большой стол стоял, он раскладывается. И там, ну, в общем, человек, наверное, 30-40, в принципе, набивалось, собиралось как-то вот... Ну, под Новый год все равно все даже где-то там к часу ночи, к двум, очень часто люди все равно собирались, как-то там где-то отметят дома, но приходят потом к нам. Ну, естественно, на дни рождения, на все. И были, естественно, фирменные блюда. И этого и бабушка готовила всегда, и мама. Ну, в основном, конечно, мама. Мама очень мужественно, придя в этот дом, где люди занимались высокими материями, мама очень мужественно взяла на себя тяжелую ношу хозяйства. И делала это всю жизнь изящно, незаметно. И, как бы сказать, всегда... Ну, то есть дом всегда был невероятно уютным. И стол-то сохранился? Стол есть, конечно. Сохранилось все, ты знаешь. Ну, так как есть, так и есть. Единственное, что мы в какой-то момент с папой сделали ремонт. Уже бабушки и дедушки не было в живых, и обеих прабабушек, соответственно, давно уже не было. Потому что, когда я родилась, у нас было 8 человек в квартире. Две прабабушки, бабушка с дедушкой, мама с папой, и мы с Анной, с моей сестрой. И мы жили вчетвером в одной комнате, то есть родители. И за шкафом папа сделал двухэтажную кровать, и там уже... Полторы комнаты? Да, да, да. Вот. А ты книжный человек была в детстве? Очень. Какие у тебя главные книжки с твоего детства, которые дома были, в библиотеке? Вот прям главные. Слушай, ну я невероятно счастливый человек, потому что у нас была просто... У нас даже была комната, которая называется библиотека. А сейчас есть? У родителей? Нет. Вот она при ремонте... Но дело в том, что это не то, что была комната. Это был, знаешь, такой проходной чуланчик, тамбур между... Одна комната, вторая, и вот здесь вот... Ну, то есть она даже была меньше... Ну, вот такое какое-то вот пространство. Но оно все было в... Книгах. Да, в стеллажах. Папа тоже делал здесь все стеллажи. И все было в книгах просто от пола до самого потолка. И там стояло кресло, старое такое продавленное кресло и лампа. Все, больше ничего. И в этом кресле, конечно, я провела самые счастливые... Потому что там нет окон, естественно, и ты просто там... Яблоко, книга, и все. И все. И ты просто проваливаешься, и тебя нет. Это счастье было невероятное. Я не знаю, как это своим детям. Мне так хочется... Вот уже у Аглая, она уже не валялась в этом кресле. Про Соню я вообще молчу. Как им это, я не знаю. Я просто там проводила... Первая, я помню, книга, которая меня совершенно перевернула и потрясла. Это был «Дон Кихот» Сервантес. Ну еще, я даже не могу сказать, потому что сама книга, она вот с этими пергаментными страницами, там, где иллюстрация. Иллюстрации сами, запах, вот этот корешок потрепанный, вот это все это. Ну и потом, конечно, я рыдала. Просто я рыдала, мне хотелось разыскать этого «Дон Кихота», обнять его, спрятать этого жестокого мира. Это прямо было такое очень какое-то надрывное такое было чтение. А потом, потом у меня было запойное такое, я читала сказки. Сказки? Да, запоем читала сказки, и родители мне бесконечно, значит, покупали эти сказки. Значит, те, другие, этих народов мира, других народов мира, значит, какие-то Ворон Кутха. Я все просто, знаешь, все, все. Пока, наконец, папа очень гордый не привез мне «Тысячу и одну ночь». Вот только вышло издание, если ты помнишь, оно такое бежевое, бело-бежево-черное. Я же вообще в деревне жил фактически, у нас ничего не доходило. Все в Ленинграде скупали. Все у нас оставалось. Ну, в общем, мы, да, он мне привез очень гордый эти «Тысячу и одну ночь». Я взяла «Тысячу и одну ночь», прочла, закрыла, отложила, сказала, я больше сказки читать не буду. Меня, я помню, что меня оскорбило почему-то, они меня оскорбили до глубины моей детской души. Вообще они мне не понравились. Хотя я все прочла. А школа тебе как далась? Я пошла в ту же школу, в которую пошла моя сестра, соответственно, в 155-ю французскую гимназию. И надо сказать, что я этой школе очень благодарна, потому что у нас был фантастический педагог по французскому языку, муза Юрьевна Корешенкова, которая преподавала нам на французском историю Франции, тоже, значит, Париж. Я знала Париж вот как свои пять пальцев. Как дедушка. Да, как дедушка. И когда мы первый раз поехали во Францию, то я буквально вела экскурсию. Потому что вместо человека, который хоть что-нибудь знает о Франции, с нами была отправлена женщина из горкома там или откуда-то. Ну, в общем, какой-то партработник, которая должна была за нами следить. И она не понимала, естественно, ни слова по-французски. И ничего про это не знала. А мы ехали по городу. И в какой-то момент просто, да, я начала в какой-то момент рассказывать, что вообще происходит. А потом выскочила из автобуса. Потому что мы остановились в пробке около, собственно, Notre Dame. Мы прямо остановились. И вот он, я вижу, что вот он здесь. Мы стоим, я понимаю, а нас как бы везут из аэропорта. Нас везут в какой-то отель, значит, в bed and breakfast, где-то на окраине Парижа, где мы должны провести ночь. И на следующее утро поехать в Гавр. Потому что Гавр, портовый, разрушенный абсолютно город, в котором нет ничего, как сказать, что можно было бы посмотреть, является городом-побратимом Санкт-Петербурга. Потому что это два портовых города. Вот, собственно, и вся причина их побратимства. И поэтому все обмены между школьниками, они происходили. Вот к нам в школу прилетали молодые, юные гаврцы, а нас, соответственно, отправляют туда. И я понимала, что вот у нас есть эти несколько часов в Париже. Что завтра нас отправят в Гавр, и мы больше не увидим Париж вообще. И я понимаю, что надо что-то делать, надо выходить. И я говорю же, ты партийная женщина. Я говорю, можно я выйду, пожалуйста. Я очень хорошо знаю Париж. Я знаю адрес. Я сейчас спрошу адрес у водителя, куда вы едете. Я там буду в восемь вечера. Я вам обещаю, пожалуйста, как бы, можно я выйду, потому что это невозможно. И она мне, естественно, сказала нет. После чего я подошла к водителю и сказала, вы знаете, я только что договорилась на французском языке. Она же не понимает, что я договорилась с нашим руководителем. Откройте мне, пожалуйста, дверь, только скажите адрес. И он мне говорит адрес, откроет дверь, она кричит. Ну, сделайте уже. И ты ушла? Да, я выскочила и побежала. У меня, значит, были телефоны по переписке на французских друзей, потому что, действительно, в нашей гимназии очень активно, ну, как сказать, вот к нам все время приезжали французы. Вот они, кстати, пахли просто невероятно. Я прям, я никак не могла понять, почему они так пахнут. Вот не жвачкой, они чем-то, они пахли по-другому. А потом я поняла, что это такое, это был стиральный порошок. У нас же не было тогда стиральных порошков, вот этих всех там, тайт, ориэль, ну, все, что потом. Я позвонила своим друзьям, и они приехали, я ждала их около Маттердама. И мы гуляли по латинскому кварталу. Они сказали, куда ты хочешь, у тебя есть два часа, и мы ходили по латинскому кварталу. А язык помнишь? Я помню язык, да. Он, конечно, вытеснен итальянским, и я когда сейчас начинаю говорить, то у меня какая-то мешанина и каша, у меня половину итальянские слова лезут. Но если я начинаю, я понимаю, что если я приеду во Францию и буду общаться с французами, то я думаю, дня три-четыре и вернется. Ну, хорошая, это хорошая была база. Ты понимаешь, когда тебя хорошо учат в школе языку, это потом уже ничем не вышло. А что плохого было в школе? А еще остальное. Во-первых, надо было рано вставать. Это было невыносимо абсолютно, особенно в старших классах. Потом, ну слушай, ну я вообще не очень приспособленный к школе человек, я рассеянный человек. Я помню, знаешь, была вот эта школьная форма, коричневое платье. Помнишь, наверное, да? И белое. Не у тебя, а у своих одноклассниц. Было коричневое платье, белый воротничок, нет, белый фартук по праздничным дням. Извините. А ежедневный черный фартук, такой же, коричневое платье, черный фартук, воротничок белый и галстук потом, да? А у меня зима холодная, и мама, значит, у меня был коричневый свитер такой со стойкой, бадлон, вот, значит, коричневый. И коричневые такие шерстяные колготки. Я помню, что я как-то вот колготки и свитер этот бадлон надела, и у меня уже ощущение, что на мне что-то коричневое есть. И сверху я надела фартук, а платье забыла и пришла так в школу. Потом я, ну, то есть, когда несешь сменную обувь, и мама мне давала обычно мусор вынести с утра, я, приходя мимо мусорного бака, выкидывала туда пакет со сменкой. И, приходя в школу, значит, удивлялась, почему у меня с собой мусор, ну, и так далее. Поэтому это все было не очень для меня весело, пионеры меня долго не принимали. Ну, потому что я была какого-то не пионерского вида человек. И семья еще такая. Семья, да, не пионерская совсем. Еще мама стригла нас с сестрой. Подмирай матье. Значит, то есть, вот такой вот этот, как его, горшок, по-русски. А у тебя уже вились так волосы? У меня вились волосы, конечно, не то слово. Прям тогда. Тогда же не было. Знаешь, сейчас есть всякие пенки там, что-нибудь, как-то все лежит более-менее. А тогда тебя хозяйственным мылом помыли, и оно все... И, значит, у Анны, а у Анны такие роскошные, мои сестры, тяжелые, светлые волосы. И вот у нее вот этот горшок, понимаешь, ну просто мере матье и все, все как надо. А у меня просто взрыв на макаронной фабрике, как это называлось. И вот эта несчастная, понимаешь, ну какой пионер. Меня всех уже приняли, я помню, в роли или где-то. А меня уже где-то там потом в коридоре после всех уже, потому что надо было. А в комсомол я вообще не вступила. Но это мне уже повезло, потому что началась перестройка. И можно было уже, как-то было понятно, что в принципе уже, ну как бы, типа у тебя есть выбор. Но еще не все это понимают. И мне сказали, что типа давай вступай в комсомол. Я сказала, да, ну а чего-то как бы надо учить. Они говорят, да, надо выучить вот эти все съезды. Съезды, чего, ЦК, КПСС, в общем, съезды партии. Съезды партии, да. Выучив все, что там на них, какие вопросы ставят. Я говорю, не-не-не-не, я этого выучить не могу точно совершенно. И какое-то классное собрание. Говорят, вот Рапопорт не хочет вступать в комсомол. Может, она нам объяснит, почему она не хочет вступать в комсомол. А я же, ну не дура, зачем же я буду говорить, что я учить не хочу. Я вышла и попыталась как-то подложить под эту идеологическую основу. И стала говорить, что я и так могу нести добро в мир. И без ваших организаций. И, в общем, как-то настолько моя речь была пламенной, что в конце, в конце несколько человек еще подняли руки и сказали, мы тоже не хотим вступать в комсомол. Ну, в общем, зря она меня спросила. Ну, так или иначе, в общем... Нет, в школе было, ты знаешь, в школе было весело. Потому что я как бы была в школе, но не в школе. У меня вот было все время ощущение, что у меня жизнь была где-то... Ну, где-то вне школы. У меня была одна школьная подруга, которая до сих пор моя подруга. Мы дружим с ней, страшно сказать, уже... Не знаю, 39 лет. Столько они живут. Мы просто с ней вот вошли в первом классе. Катя, Катя Борщевская. Мы с ней в первом классе зашли в класс, посмотрели друг на друга, взялись за руки. И, в общем, больше не расстаемся. А я рада. Одно это мне неприятно. Это ты взялась. Артистка. Любой обрадуется. Тебе, конечно, с нами не интересно. Тебе артиста подавай. Есть у тебя артиста. Кто придумал, что ты будешь поступать в театральный институт? Ну, господи, вообще никто. А как? Я должна была поступать куда-нибудь... В приличное место. В приличное место, да. На инъяс на какой-нибудь. Ну, как положено. А почему? На психфакт. У меня есть моя подруга тоже, которая училась в этой же школе, которая сейчас замечательный режиссер. Яна Тумина. Она недавно получила золотую Москву. Кукольный. Кукольный. Она не только кукольный. Да, да, да. Ну, вообще, она удивительный, очень талантливый человек. Вы в школе вместе учились? Да, это была моя ближайшая подруга. Потом она уже закончила школу, а я еще, соответственно, училась. И она поехала поступать в Москву на режиссуру. Я поехала с ней, ну, просто так потусоваться, значит. Я еду с ней в Москву, значит, мы идем во ВГИК, она, значит, куда-то там... И там происходит тоже, ну что же, я приехала тоже, тусуюсь бестолку. И там происходит набор, набирал Джигарханян и филозоф курс. Я не прошла, по-моему, даже консультацию. Или консультацию прошла, ну, в общем, как-то совсем недалеко я продвинулась. Но мы познакомились, естественно, с кучей ВГИКовцев первого курса, там, поступающих и так далее. Янка тоже не поступила тогда. И там я познакомилась с Мишей Пореченковым, который тоже поступал и тоже не поступил. И там была тоже такая компания некая. И мы всей этой компанией возвращались из Москвы в Питер. И Миша говорит мне, ты чё, он говорит, куда ты еще-то поступаешь? А это было как раз время, когда все начали поступать в несколько заведений одновременно, потому что была такая возможность. Я говорю, да я никуда, я вообще так просто чисто от балды. Он говорит, ты чего, вот в Питере, значит, Фельштинский набирает... Ну, ты же знаешь, кто это Фельштинский? В общем, я поняла, ну, я сейчас не помню, знала я в тот момент, кто это, но я знала Кацмана. А Авиамин Михайлович Фельштинский, мой мастер, он как раз был у него педагогом на курсе, работал с ним, сотрудничал много и наследовал, в общем, эту мастерскую. И последний курс Кацмановский он выпускал уже как мастер. И я говорю, что да, да, ну, да, наверное, он говорит, ну, короче, у него сейчас уже заканчиваются эти самые консультации, иди быстро, потому что иначе, ну, не успеешь. Я говорю, да, да, конечно, конечно, приехал, естественно, значит, ну, Миша Пореченков был настойчив, он позвонил моей маме, он был домашний, ну, обменялись мы телефонами, он позвонил мне домой, и с ним говорила мама, у меня, причем, даже дома не было, по-моему. Она сказала, что вообще ваша дочь надо идти, потому что сейчас закончится консультация. Мама, в общем, не очень была в курсе, что я собираюсь. У меня были какие-то мысли, но это так все было несерьезно. Я пошла-таки, значит, на эту консультацию, ну, и вот дальше я поступила к Фельштинскому. Ты помнишь, что ты читала при поступлении? Я читала, я поступала с невероятно банальным материалом, ну, просто, поскольку я была ленивая, как я не знаю кто, и мне, и вот у меня не было, знаешь, вот этого, что я хочу поступить в театре вместе, как бы я, потому что, ну, на самом деле, ну, люди там с горящими глазами, я совершенно сволочь просто, ленивая, которая, как бы, ну, так мне, как-то для меня это все было не всерьез. Я не очень себе вообще представляла, как там учиться, вообще, что это за профессия, ну, как-то вот так вот. Ну, мне, естественно, мне еще было очень лень учить что-то серьезное, чтобы поступать на какой-то серьезный факультет, потому что на инъясный, там все надо было очень серьезно готовиться. Вот, а тут, как бы, я думаю, ну, что, боже мой, что я трех стихотворений не знаю, понимаешь, что я не знаю, там, какую-нибудь прозу выучу, ну, там, Таня сказала, своя песня, да ладно. И я читала, я помню, что стрекозу и муравья, естественно, понимаешь, какие еще есть басни, больше никаких. Потом я читала Цвейга письмо незнакомке, тоже страшное, это самое, общее место абсолютно для поступающих, мне кажется. И, ну, стихи я читала, естественно, Цветаева, Ахматова, а когда дошло до песни, значит, второго тура, на котором там надо было готовиться, нужно было прийти в определенное время, там всех, кто прошел, распределяли по времени, ты должен был прийти и с концентмейстером подобрать, во-первых, тональность, в которой ты будешь петь, то есть, ну, и он должен был ноты приготовить, естественно, мало ли что ты там поешь. И, соответственно, танец тоже аккомпанировать. Я на эту консультацию не дошла, мне было некогда. Вот, я гуляла, я не помню, что меня зовут, но я не пришла на эту консультацию, я подумала, что, ну, не, ей-богу, я не буду там петь. А дело в том, что голоса, ой, то есть, слуха у меня нет. Ну, то есть, сейчас, может быть, уже какой-то есть, но в тот момент прям не было совсем. Не моя сильная сторона, прямо скажем. Ну, что там у тебя с вокальной частью? Я думаю, ну, надо отвлекать внимание как-то от того, что нет слуха. Думаю, буду петь на французском, французский это у меня. Думаю, буду петь, значит, на французском. И, значит, второй тур, десятка моя, я сижу, значит, Илья Михайлович. А Вячеслав Михайлович очень быстро понял мой настрой, и он уже так немножко с претензией. Он говорит, что будем петь? И смотрит на концентмейстера. Концентмейстер, значит, в ужасе смотрит на меня, начинает листать, у него нет моей фамилии, я не понимаю, не знаю, что ты говоришь. А подводить тоже не хочет, сидит, молчит. Я говорю, я, Вячеслав Михайлович, буду петь Патрицию Касс. Вячеслав Михайлович, я думаю, ну, я сейчас просто, понимаешь, всех положу на лопатки. Что, что, Вячеслав Михайлович, внимательно на меня смотрит и говорит, ну, давайте, вы сегодня у нас будете восьмая Патриция Касс. Потому что это было дико популярно. Ты не помнишь, это было, Патрицию Касс пели на всех углах, все, кто только, поэтому, естественно, все, кто поступали в этом году, все пели Патрицию Касс. А я, ну, вот это вот, я не буду петь, можно даже сейчас, я тебе так сказать. Пожалуйста. Ну, это был мой первый провал, а второй провал, это был мой танец. Значит, танец, я, естественно, что должна ты называть девочкой наступительных экзаменах с черными кудрявыми волосами? Испанский танец? Ну, конечно, что ты будешь танцевать русский народный, понимаешь, присядку, что ли? Понимаешь? Ну, что ты будешь называть балетные па, что ты будешь танцевать? Естественно, испанские, то они самые жгучие, яркие, понимаешь, и вот такое. Я никогда в жизни не училась никаким испанским танцам, но всем нам кажется, что это очень просто, это как бы, ну, что-то такое. А проблема в том, что со мной в десятке оказалась профессиональная танцовщица Фламенко. И она была до меня. Если она была после, это было не так трагично. Она была до, и она, когда ей сказали, чтобы будете танцевать, она сказала одну минутку, поставила, значит, маленький такой магнитофончик, на секундочку вышла, вернулась, значит, в юбке с кастанетами, включила эту музыку, и станцевала такой испанский танец, что, в общем, стало понятно, что... А я ничего другого, я сижу в ужасе, я понимаю, что я даже забыла вообще, что бывают еще какие-то другие танцы от зажима. А танцевать что будете, я говорю? Испанский танец. А, значит... И стою. И этот на меня смотрит, значит, аккомпаниатор со страданием с таким, и начинает, значит, вот этот... Я стою, просто стою. И тут я вспоминаю, что у меня есть растяжка. Потому что я занималась художественной гимнастикой когда-то, и могу высоко, могу сесть на шпагат и хорошо макнуть ногой. И поэтому... Даже я опять стою. Пам-пам-парам-парам-парам-парам. Парам я делаю еще шаг. Пам-парам-парам-бум. Последний мой мак был буквально через голову. Меня мельмирал. Сидя еще за столом. Ну, в общем, вот как-то так. И поступила. Поступила. Но он в какой-то момент перед третьим туром, он уже собрал и сказал, что там каждому какие-то пожелания, что вам надо там больше всерьез, там вам... Я из вас хочу видеть романтического кино. Ну, в общем, что-то такое. А вот эта профессиональная танцовщица поступила? Нет. Троицы И святую песнь Припевающе Вот смотрит огромное количество людей, которые не знают. Кто-то знает, а кто-то не знает. Большинство не знает, кто такой Вениамин Фельштинский. Для актеров имя совершенно культовое. То есть, ну, так, около... Вот я человек не театрал, не в театральной среде, но я знаю, что Фельштинский это... Вот если коротко людям, которые еще не знают, попытаться объяснить вообще значение или феномен этого человека для театральной педагогики, вообще для театра. Вот Фельштинский. Ну, во-первых, это человек, мне кажется, ну, знаешь, которого невозможно представить вне этой профессии вообще. То есть, он заполнил ею весь от кончиков пальцев до кончиков волос. Он абсолютно юродивый в высоком смысле этого слова по отношению... в этой профессии. То есть, для него нет ничего важнее. Нету ничего серьезнее, нету ничего выше. Ну, просто это... Он совершенно пламенеющий изнутри, понимаешь, любовью к этому делу человек. И он... И мне кажется, секрет его... Феномен его педагогического таланта, он именно заключается в том, что это совершенно неугасимый, неукротимый огонь. Он бешеный. Он бешеный в своей энергии. Ну, то есть, ему за 80, и не можешь себе представить, что это человек, из которого пышет энергия. И мы просто все первокурсники, вялые просто мешки по сравнению с тем, насколько ему до сих пор интересно. До сих пор интересен каждый приходящий в его аудиторию человек. Ему интересно, что там. Вот он готов в этом копаться. Он невероятно... Ну, как сказать... Вот знаешь, он невероятно индивидуален. Это не у всех педагогов есть, потому что есть великие педагоги, но они, может быть, знаешь, велики тем, что вот у них есть некая система, и кто в эту систему, как сказать, влился, тот это почерпнул. Венин Михайлович, наоборот, он, мне кажется, с каждым новым учеником рождает новую систему Станиславского, понимаешь, вариации бесконечные. Хотя он ярый борец за именно методы Станиславского, но мне кажется, что он все равно очень-очень-очень вариативен внутри себя в зависимости от каждого, от личности ученика. Есть какое-нибудь занятие, было, вернее, какое-нибудь занятие, или день какой-то в институте, в занятиях с Фельштинским, который тебе запомнился вот на всю жизнь. Вот какой-то... Вот ты вспоминаешь театр, занятия с ним, вот один, может быть, день, или, я не знаю, вот серия какая-то. Вот. Ну, ты знаешь, кстати, Вене Михайловича я помню очень много. Ну, что это самое крутое? А, ну, во-первых, ты понимаешь, что я училась два раза, да, что, во-первых, Вене Михайлович... Я прочитал, что четыре раза оставлял институт. Сколько раз я его оставляла, я тебе даже не скажу. Очень много раз. То есть, и Вене Михайлович все это вынес, вот мои уходы-возвращения, 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 потом, кажется, я все-таки вернулась, доздала 35 экзаменов, которые у меня был долг, и, значит, мы начали делать спектакль «Время Высоцкого» вот с курсом Кости Хабенского, Миши Пореченкова и Андрюши Зиброва, Миши Трухина. И... Они все тоже у Фельштейнского учились? Да, да. Это вот тот курс, на который я поступила. И тут я понимаю, что я беременна, и говорю, что, извините, нет, как бы материнство и искусство несовместимое. Сказала я и ушла. Вене Михайлович на прощание сказал мне, ну, мне кажется, что мы с тобой еще увидимся. Его уже, когда он приходил с моим именем в деканат, ему говорили, уйдите отсюда, уйдите, не надо ее больше брать, значит, не будет она учиться, уже понятно, уже 85 раз человек ушел. И действительно, когда уходила тогда, я не думала, что я вернусь когда-нибудь к этому занятию вообще. Но через два года я пришла. Причем я могла вернуться на, я могла восстановиться на третий курс, например, какого-то из педагогов, из тех курсов, которые были в тот момент третьими. Ну, я пошла к Вене Михайловичу. И он мне сказал, ну, приходи, ну, говорит, ну, на консультацию можешь не приходить, а на первый тур, пожалуйста. и он заставил меня пройти заново все, первый, второй, третий тур, вот это все. И уже второй раз, когда я училась, ну, слушай, было очень, он, я тебе говорю, он совершенно пламенный такой вот человек, и поэтому он, если ругался, я помню, как он меня совершенно изничтожил за этюд Антония и Клеопатра, я помню, потому что, значит, мне показалось, что я все понимаю в этой сцене, Антония и Клеопатра, все, у них все понятно, что все происходит, просто надо взять и сыграть. И мы как бы взяли и сыграли это с моим однокурсником. Он остановил, и я помню, что он, он кричал, ну, минут сорок, минут сорок, вот это надо было записывать, знаешь, это был такой монолог, обращенный вообще, Господу Богу, как, как, вот это уже был курс второй или третий, как, то есть все это время, чему он нас учил, ничего не сработало, потому что, как можно было просто взять и начать говорить слова автора, значит, не придумав ничто, никто, не подобравшись, как бы, лучше бы вот так вот ходили, значит, вот так вот, значит, изображая вообще египетизм, хоть бы, я не знаю, хоть что-нибудь вы бы сделали, но ничего, просто вот так вот выйти, попытаться сыграть, как бы сразу сцену, и он, и я это запомнила очень хорошо. Какое самое страшное ругательство в его устах? Матом ругался? Нет. А что вам самое вот страшное слово? Нет, у меня вообще никогда не было. Обыватель. Ужасно. Обыватель. Да, это даже не ужасно, оно самое обидное. Самое обидное. Он мне его говорил. Я это помню. Ты сейчас это рассказываешь, знаешь, а у меня какой-то, вот, я просто сейчас только это осознал в реальности, что меня всю свою жизнь преследует один и тот же сон, который граничит с кошмаром. Я оставил кадетку, я в Питере в кадетке учился за три месяца до конца. И вдруг, вот ты сейчас рассказываешь про вот это возвращение в институт, и я себя ловлю на мысли, что, блин, мне этот сон, вот, я сколько раз, я увидел, что я возвращаюсь и заканчиваю то, что не закончил. Блин, сотни раз, сотни раз. Да? Вообще ужас. Я очень тебя понимаю. Ужасно. Ужасно. А помнишь, ты мне рассказывала, там ты познакомилась в институте, у вас там преподавал Валерий Николаевич. Николаевич. Да. Он и сейчас преподает. Расскажи про него, как про педагога. Потому что люди, опять же, зрители, большинство не знает, кто это. А он же выдающийся человек. Валерий Николаевич абсолютно выдающийся человек, конечно. Это вот такой тоже, не знаю, столб, на котором держатся многие-многие годы. Сейчас вот это, знаешь, вот какое слово не скажи, речевая культура, культура сценической речи. Я не знаю, вот все, что ты не скажи, это все какая-то ерунда, потому что на самом деле он учит тебя думать. Он тебя учит мыслить и мыслить, знаешь, как сказать, действенно, не размышления на тему, а когда это горячие, обжигающие тебя мысли, которые, как сказать, которые закладывал автор в текст, которые в тебя попадают, из тебя вытаскивают новые. И вот этот вот процесс, он, мне кажется, им закладывается каким-то волшебным образом. Его учеников всегда, это, как бы сказать, известно, что их всегда слышно со сцены в зале. Их всегда слышно. Это огромная наука. Ну, да, особенно сейчас, когда, в общем, принято работать с микрофонами и говорить под себя таким, ну, естественно, как бы это считается, естественное существование, не напыщенное, фальшивое, театральное, когда ты доносишь текст. А как бы я просто все-таки под себя говорю, потому что я очень естественная. Ну, и, в принципе, микрофон. И это тоже работает, надо сказать. Но вот он как-то учит все-таки без микрофона и при этом так, чтобы было слышно и понятно. Я не помню, в подробностях ты рассказывала, как он вам читал Бродского «Одинокий крик ястреба». Да, да, да. Как это выглядело, что это было? Да, это был один из первых наших уроков у него, когда он просто сказал нам «лякте на пол», «закройте глаза». Мы все, значит, лекли, закрыли глаза. Это несколько секунд тишины. И он своим неподражаемым вот этим бархатным басом «Северо-западный ветер». Его поднимает. И дальше, но так, как Валерий Николаевич читает стихи Бродского. Это, конечно, и ты просто, ну, улетаешь туда, летишь, видишь вот это все-все-все-все-все абсолютно. Еще понимаешь какие-то смыслы, которых ты не слышал и не понимал. Но при этом, конечно, Валерий Николаевич жесток бывает. Он очень точен в выражениях, и поэтому его некоторые комментарии и характеристики ученикам, которые он дает, значит, оценивая их работу на уроке, они остаются потом годами с тобой. Например? Он преподавал у меня, когда я училась второй раз, как раз я попала к нему. Потому что первый раз, когда я училась, там преподавала Евгения Ивановна, это его жена, и она тоже замечательный педагог совершенно, но вот абсолютно с другим подходом. Валерий Николаевич, значит, он, и поскольку я была старше всех и с ребенком на курсе, ну, одна из старших я была, он, мы стоим в полукруге, надо делать какое-то упражнение, значит, он там, не знаю, укорот, шпун, укорот, шпун, какие-то там буквы, вот ты, значит, делаешь упражнение, доходит до тебя очередь, ты его делаешь, а он там что-нибудь говорит, плохо, следующий, там, нормально, ну, как-нибудь там что-то, а я начинаю делать это упражнение, он прямо сверху начинает говорить, она была поэтессой, поэтессой бальзаковских лет, и ты понимаешь, что имеется в виду, или, калинкоровая юбка, как тебя я берегла, а как маленький родился, на пеленке порвала, и, и ты просто стоишь, он, ужасно, ну, прям, да, было жестко, но я помню, знаешь, и он так долго давил на мой возраст, и на то, что как бы я тут вообще, хотя я была, ну, не самая старшая, но одна из старших, да, были там 17 лет, а мне было, соответственно, 20, сколько? 23? 22? В общем, на самом деле, я не была еще старухой, но, а я потом поняла, что он хотел, чтобы я по энергии была в два раза моложе всех остальных, понимаешь, то есть, это на самом деле, ну, как бы, ну, это надо было понять, надо было пробиться через вот это вот, и потом, например, к Валерию Николаевичу можно приходить, было на занятия, и, например, два месяца произносить одно слово, первое слово стихотворения, на этом вы останавливались, и опять пытались его произнести, ну, то есть, я помню, что я пришла, я сказала, что я очень хочу читать Бродского, он мне сначала сказал, что это невозможно, я не буду читать Бродского, потом все-таки как-то я была настойчива, и я хотела читать стихотворение «Архитектура, мать развалин». И вот слово «архитектура», я помню, что я, мне кажется, ну, месяц точно это продолжалось. Я приходила и говорила, «Архитектура!» Он говорил, «Стоп!» И дальше начинала рассказывать, и вот эти, конечно, рассказы, они, ну, то есть, им нету цены, нету вообще никакого, то есть, ну, это фантастика, то, что Валерий Николаевич может, как сказать, вытащить из вот этого расстояния между строк или тире, понимаешь, архитектура тире, мать развалин. Вот на эту тему мы говорили месяц, понимаешь? Блин, какой ты счастливый человек. Да, да, я счастливый. Малка, я с Валерием Николаевичем сделала спектакль. Я знаю, это была моя мечта, и я, конечно, счастлива невероятным. У нас есть спектакль, по Бунину. С Полиной Осетинской. с Полиной Осетинской неизвестный друг. И это выбор был Валерий Николаевич, это его был материал, найденный им. Мы сначала его предполагали делать его частью, там, еще один рассказ, другой артист должен был читать, а потом вот это осталось незавершенным, но это было так интересно и так здорово, что... Впрочем, как бы там ни было, ответа от вас нет, а я опять пишу. Неожиданно, вы думали, что вы мне чарно близки. Хотя, опять-таки, выдумала я. Потом вот как-то мы с Полиной очень хотели что-то сделать, я подумал, что вдруг это возможно, вдруг Валерий Николаевич возьмется, и он это сделал. Следующий этап. Мои дорогие, вот я и дома. Здесь началась моя жизнь. В этом театре я впервые вышла на сцену. Вот на эту самую. Опять же, многие знают, но не все, во-первых, а во-вторых, просто, как бы, ты же там внутри. Малый драматический театр Европы, с которым так тесно связана твоя жизнь, выдающийся, грандиозный театр, может быть, один из, ну, точно один из самых главных, если не самый главный вообще в России. Так вот, со стороны смотришь на это все, знаешь, я же вот не в театральной среде, но все, что-то значит, все про какие-то, значит, премьеры, там, одна премьера, вторая, этот театр, этот театр, этот театр, а потом там раз в год или там раз в два года выпускается спектакль в малом драматическом, и все сразу встает на свои места, и все понимают, кто есть кто. Даже я такой вот, обыватель, так это, по крайней мере, вижу со стороны. Расскажи зрителям, кто такой Лев Додин? Ну, сейчас прям, мне кажется, что, во-первых, все-таки рассказываете. Ну, я расскажу, в том смысле, что, ну, вот по твоим ощущениям, как ты, спустя все эти годы, как ты вот на него смотришь, кто он такой? Ну, он, конечно, мудрец. Мудрец? Мудрец. Ну, как-то, сейчас, для меня, наверное, так. Мудрец, как сказать, не просто созерцающий со стороны мир, да, как сказать, действующий, мудрец. Практикующий. Практикующий, практикующий, да, потому что, конечно, он, он невероятно чувствует и вибрирует на, как сказать, на то время, в котором мы живем, на то время, в котором он живет, всегда, каждый, каждый из эпох. он не остался, как, в общем, это случается, да, в каком-то времени, например, в расцвет какой-то мы что-то понимаем, да, и потом мы, в общем, в этом времени и пребываем, и не замечаем, или, вернее, не постигаем то, как меняется время, меняется мир, все уже новое, а мы еще там. Вот Лев Абрамович, он, мне кажется, даже впереди немножко всего того, что происходит, тех перемен, которые происходят. и он это видит все действительно вот с какой-то огромной мудростью, потому что для меня всегда мудрец был, видимо, это сказок, я много читала в детстве, это еще огромная какая-то доброта к миру, доброта и любовь к людям и к миру вообще. Хотя спектакли Льва Абрамовича часто безжалостные именно по отношению к человеку, и к его сущностям. И, скажем, вот там, Гамлет, один из наших последних спектаклей, он, ну, я помню, что когда мы репетировали, просто в какой-то момент, знаешь, было такое ощущение, что больше невозможно говорить, вот пора это человеческое дерьмо, которое, как сказать, ну, изливается из всех, из нас тоже, и вот это вот, потому что ты бесконечно раскапываешь, раскапываешь, вот это вот бадью с человеческим дерьмом, по-другому не скажешь. Просто это было невыносимо тяжело. А в результате сейчас спектакль стал легким, точным рассказом о очень страшных вещах. Но, как сказать, он говорит о страшном, он говорит о том, о чем не хочется думать, о том, что это в тебе есть. Но с большой любовью. И, может быть, в процессе репетиции было тяжело, как сказать, нащупать, что это все через любовь. А потом вот спектакль идет, идет, и ты вдруг раз, и ты понимаешь, что... И я понимаю, что это заложено Любом Абрамовичем, что я люблю их всех. Мне их страшно жалко. Мне страшно жалко всех нас. Мне страшно жалко правителей. Понимаешь? Мне... Ну, мне... Я им сочувствую. Мне кажется, это взгляд мудреца. Разве с тобой такое никогда не бывало? Когда смотришь на чужого, вроде бы, незнакомого тебе человека, и понимаешь, что ты его давно знал, чувствовал, любил, тебе это такое незнакомое. А вот изнутри, когда смотришь, кто его главные помощники? Валерий Николаевич Галендеев. Ну, у нас есть директор театра. Не-не-не, помощники, я имею в виду в смысле содержательного такого вот, вообще философского какого-то. Ну, я думаю, что Татьяна Борисовна Шостакова, актриса нашего театра и его жена. И такой, мне кажется, его многолетний друг большой. Ну, тут я не знаю. Кто твои лучшие друзья в МДТ? В МДТ? Игорь Ючеванов, замечательный артист, ему большой друг, он стал таким первым моим другом, когда я пришла в театр. Даня Козловский. Это тоже очень для меня драгоценный человек и я его очень люблю. Мне кажется, что он невероятно, у него огромный запас впереди и мы еще будем долго-долго ему радоваться. Вот. Лиза Боярска, Игорь Черневич, прекрасный, он тоже мой друг. Если я начну, как бы, понимаешь, у меня нету людей, с которыми бы я не дружила, там, такого нету, но, может быть, с кем-то мы просто ближе. А как Додин относится, как он стал относиться к тому, когда вы, ты, Козловский, Боярский, стали востребованными артистами в кино? Как это воспринимает театральный режиссер? Как он это все? Ну, ты знаешь, конечно, это очень сложно, потому что, в общем, репертуарный театр построен так, что это немножко, в общем, такая крепостная система, когда ты строишь свою работу на том, что у тебя всегда есть вот эти артисты, они есть в твоем распоряжении. Они всегда здесь, всегда под рукой, в любой момент, значит, 30-40 минут, и человек может быть в театре, даже если что-то, например, случилось неожиданное. и, конечно, вот опять же, мне кажется, Лев Абрамович в том смысле как-то очень мудро с этим существует, хотя ему тяжело, я знаю, ну, мы это знаем, мы это видим, но это условия сегодняшней жизни, и поэтому, в общем, Лев Абрамович, например, на все дани, на премьеры, он всегда ходит. В кино? В кино. А на твои? На моей нет. Хорошо, мы ему ответим. Есть Додин. Недавно вот ты сыграла в спектакле, который поставил Виктор Рыжаков в Москве. Не в обиду Льву Абрамовичу. Назови мне трех режиссеров театральных, с которыми бы ты мечтала поработать. Российских? Нет, можно, не только российских. Кирилл Серебренников. Я не не успела с ним поработать в театре до сих пор еще. Наверное, Алвис Херонис. Я очень хочу с Тони Сервилла поработать. Как с режиссером, с театральным. И как с партнером, конечно, тоже с удовольствием в театре. Мне очень нравится то, что он делает. Тебе нравится то, что делает твоя дочь Аглая в кино? Да. Да. То, что я видела, да. Что тебе больше всего понравилось? Ну, мне, например, очень, мне кажется, она была смешная, интересная в обычной женщине. Да. Хлебникова. Она была, мне кажется, это хорошая работа. Лед. Актерская работа. Она хорошая, она очень, так сказать, искренняя. Я видела, это только должен выйти фильм, и мне кажется, что это должна быть бомба. Марафон будет, Марафон желаний будет называться. Чаруша его сняла. Даша Чаруша. С которой вот у Аглая какой-то такой совершенно фантастический творческий тандем. Они что-то друг в друге себя видят, мне кажется, и как-то это очень... Я видела несколько сцен, и они очень смешные. Да? А вообще, две актрисы в семье, это тяжелая? Ну, тяжелая, это такая переживательная история, нет? Не знаю. Мне кажется, тут дело не в актерстве. Дело не в актерстве, а просто в характерах. Да. Ну, нам не тяжело друг с другом. Этот период миновал. Все-таки собиралась уезжать? Да куда же я поеду? У меня здесь все. Ну, так я вещи тебя оставлю. Вообще, живем мне сколько хочешь. Мне с тобой веселее. Да уж. И мне с тобой не грустно. Если не Москва, не Петербург, в каком городе ты бы хотела встретить свою старость? Последние дни в своей жизни где бы ты хотела провести? Я недавно кто-то тоже допрашивал, как же я уехала из Питера в Москву. Ну, я, наверное, расспрашиваю. Да. И вот, понимаешь, город, прекрасный город для старости, это, конечно, Питер. Да? Да, потому что я поняла, что я уехала, потому что я поняла, что я превращаюсь в пенсионеры. Арина? Слушай, ну, время хорошо родиться, вырасти, влюбиться, родить детей и состариться. Время хорошо, все. Понимаешь, отлично там это все делать. Состариться? Нет, ну, наверное, мне хотелось бы, конечно, оказаться в теплом месте, это точно. Желательно на берегу моря. Я сейчас на море? Никак. У меня тут есть обязательства. Я занят. Я так понимаю, что ты тоже не свободна. Португалия прекрасное место. Прекрасное. Тоскана замечательная. А какой ты представляешь себе свою идеальную старость? Я хочу дом с деревянной террасой, собаки, книги, дети, внуки. Ну, вот так как-то. Ой, не надо нам никаких морей, никаких вот этих ресторанов, ничего не надо. Будем жить с тобой, да? Долго-долго. До самой старости, где живем. И умрем в один день. Никуда тебя не пойдет. Ни секута. Ни секута. А-а-а! Какая музыка звучит в это время? Музыка? Да, мне кажется, собачий лай, детские визги. Вот это вот все. Или потом тишина. Это тишина. Потом тишина. Жаль, что тишина. Дальше тишина. Мы за лучший вопрос к этому разговору подарим пять книжек от тебя. Вот просто пять книжек, которые тебе дороги. Из новых, из старых, из детства, неважно. Вот просто пять книжек от тебя. Назови. Сейчас прямо? Да. Блин. Это может быть художество. Во-первых, мы подарим Дон Кихота. Мы подарим Дон Кихота. Обязательно. Раз. Мы подарим Марину Степнову «Женщины Лазаря». Два. Которую я сейчас просто... Такого удовольствия я очень давно не получала. Мы подарим... Ну вот, все закончилось. Давай подарим «Время колоть лед». Три. Бродский. Бродского. Сборное стихотворение. Четыре. Ну давай еще Петровой в гриппе и вокруг него, например. Пять книжек есть. У нас есть традиция. Мы гадаем на книжке, подведем итог разговору и заглянем в будущее. Может попасться ненормативная лексика. Но это на твое усмотрение. Любая страница первые восемь строчек. Кто это? Егор Летов. Так. Любая страница. А просто открываю и читаю, да? Первые восемь строчек. Они сражались за Родину. Свере поцеловались на виду у всей Вселенной. Бродили, якопосоху по шалой воде. Сеяли зной, пожинали апрель. Они сражались за Родину. Грешили, словно ангелы. Грустили, словно боги. Решительно теряли память, совесть и честь. Искали в поле полночь. Находили рассвет. Спасибо. Все. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья. У меня для вас приятная новость. Новые выпуски Еще не Познера теперь будут выходить эксклюзивно по четвергам на Premiere.one. Подробности по ссылке в описании. Но и не пугайтесь. Ютуб-канал Еще не Познер продолжает свою работу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.